Всем привет, с вами Муравьед, и я продолжаю рассказывать вам про своих жнецов. В прошлом выпуске шла речь о матке, о яйцонесущем муравье, если можно так верстся. Сегодня же речь пойдёт как раз о самих яйцах, а точнее о всём разбоде в целом. Если вы смотрели все мои предыдущие выпуски, то знаете, что привычные вам муравьиные яйца на самом деле являются личинками или куколками. И смотря на внушительные размеры матки, яйца очень маленькие и хранятся не по одному, а пакетами. Как правило, из яиц появляются личинки, однако ещё существуют кормовые яйца, пустышки, из которых впоследствии образуются бочки или как ещё их называют консервы, которые идут на корм личинкам, а иногда и самим муравьям. Бочки почти ничем не отличаются от обычных личинок, однако они значительно крупнее их. Личинки муравьи ведут неподвижный образ жизни, так как по сути они имеют только род. Взрослые муравьи бережно забосятся о своём потомстве, они кормят их преимущество белковой пищи, перекладывают в более благоприятные камеры, вылизывают, дезинфицируют своей кислотой. Стадия личинки – это стадия роста муравья. Взрослые особи имеют наружный скелет, поэтому они не растут. Также у муравьёв-шнецов ярко выражен полиморфизм, то есть из-за разного обмена веществ муравьи делятся на группы, которые лечатся друг от друга. Мейнор – самые мелкие муравьи и самые первые муравьи у матки. Из-за маленькой головы не способны перерабатывать твёрдую пищу, чаще всего являются няньками. Медиа – средние по размеру муравьи, являются большинством в колонии, чаще всего выполняют роль фуражеров, строителей и разведчиков. Мейжор – самые крупные муравьи. Некоторые особи даже можно спутать с маткой. Имеют огромное изживало, что позволяет им дробить твёрдые семена, выполняют роль солдат и фуражеров. Следующая стадия формирования муравьи – это куколки. Личинки окукливаются, превращаются в коконы, и через некоторое время из них появляются полноценные муравьи. Однако не у всех видов личинки заворачиваются в кокон. Например, мои муравьи, если в структуре не окукливаются. Также, как вы, возможно, заметили, куколки отличаются друг от друга не только размером, но и цветом. Более белые – это недавно образовавшиеся, а более коричневые – почти созревшие. И идти в последнюю стадию имага муравью помогают его сородичи, ибо сам он не в силах это сделать. Помимо созревания куколки начинают издавать шум. Это некий способ общения со взрослыми, чтобы те про них не забыли. Но данный шум очень тихий, и без специального оборудования вы своим ушами его никогда не услышите. Но муравьи чувствуют его. У них на теле имеется множество мелких волосков, способные ловить малейшую вибрацию. Поэтому, когда соседи начинают делать ремонт, для моих муравьев наступает ад. Недавно появившиеся, самые молодые муравьи имеют коричневатую окраску. Но через несколько дней они становятся полностью чёрными, и уже могут работать в полную меру, как и их сёстры. На этом я закончу данный выпуск. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай в группу. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok